Девушки отдыхают Мы с вами остановились На том, что проходили дополнительное задание И с этим дополнительным заданием Мы с вами немножко накосячили Причём накосячили Достаточно, в принципе, нормальным образом Но, блин, мне обидно, короче говоря В том, что я как бы Всё сделал правильно То есть я спас заложника Но, блин, там надо ещё одного заложника А тут у меня тревога уже поднята Ну как поднята Они просто ищут меня Они думают, что, типа, я там Когда я оттуда уже ушёл Но на самом-то деле нам надо найти ещё одного Заложника То есть задание нам надо найти с вами сразу двух заложников Это сотрудник И как раз-таки Сотрудник ДД И как раз-таки чувак, которого искал Сотрудник ДД Вот, я сейчас вызвал, короче говоря, припасы Потому что у меня заканчивается фултон У меня заканчиваются патроны на пистолете Вот, и я думаю, что в этой серии Мы с вами начнём с того, что пройдём Как раз-таки Это дополнительное знание Я надеюсь, мне дали фултон Да Окей Фултон мне дали Так что, окей Так что мы сейчас с вами начнём с того, что Возможно Я, конечно, не уверен в том, что я буду Прям воевать Но, скорее всего Мы с вами начнём с того, что Господи, неужели Начнём мы это с вами с того, что Спросим, короче говоря, у одного из чуваков Вот, например, вот этого, который в башне там сидит В общем-то, где находится второй заложник Здесь охранников не очень-то и много Во всяком случае, не столько, сколько было Ну, тогда, когда у нас там была проблема По основное задание Так, ты, мразь Быстро Менужитель дожит, мать Мразь У него гром Ничего себе Солидно Так, ты, конечно, меня не прости, но выхода нет Так Давай, короче Полетаешь немного Набираем мы с вами народу Прям очень активно уже База у нас с вами уже достаточно огромная Ну, достаточно огромная Давайте, кстати говоря, проверим вот эту вот клетку Потому что я там до микрофона не дотронулся случайно Просто Это ощущение, что там что-то не очень хорошее у вас было Какой-то звук Вот В плане, вероятно, что он находится где-то здесь Если мне не придётся даже куда-то далеко идти Ну, может быть такое, что это пустая клетка Давайте проверять Итак, это пустая клетка Но зато здесь есть обычный металл Который мне, в принципе, нужны для создания базы Однако Для... О, алмазы Нормально 100 тысяч Помню, если давали за алмазы Ну, вот, в принципе, я не возражаю Так, горючие ресурсы Так, алмаз даже Ещё алмаз да ладно то мы чё правда не врешь мне так то есть там снайпер я так понимаю что там где снайпер там и проблемы ну короче вполне вероятно что заложник находится там сверху потому что он точно не где-то там справа потому что там эти клетки я уже открывал кстати здесь есть машина на которой на случае чем случае чего можно уехать а мы с вами пока вот так вот пройдем я пожалуй сейчас заберусь туда наверх посмотрю может быть там находится наш кстати так и не понял кого я спас я спас сотрудника или заложника так что вот короче говоря тут у нас остался как раз таки вы заберем так здесь здесь было до хрена охранников когда здесь еще мантис было но сейчас мантис здесь нету ну и волкина здесь нету да и вообще тут кроме нашей цели никого нету так что мы сейчас защищены изи по-моему пройдем главное просто найти а все становится неважно потому что они охраняют как я не знаю на ней не охраняют можно сказать так я попал по-моему я слишком высоко да слишком высоко забрался на эти проблемы вот у снайпер вот однако здесь я что-то не очень-то и вижу какой-то может кстати говоря снайпер знает где находится что-то ложек понятно бесполезная информация Я уже не парюсь, могут того заметят, а они не заметят, что там чё-то. Твою мать! Сколько здесь припасов, я их охерею просто. Господи, вот этот звук меня пугает, просто как будто меня кто-то заметил. Знаете, если так искать, где может быть заложник, я так охерею искать, наверное. Твою мать! Та-а-а! Какая же проблема, просто взять и найти заложника. Я охерею на самом деле, тут алмазов только куча. Посмотрите на это, просто весь пол блестит. Сколько денег. Где они могут держать заложника, просто мне интересно. Вот где? Тут даже охранников нету, понимаете? Я просто хожу уже здесь, как у себя дома. Они мне ничего даже не сделают. Потому что они не узнают, что я здесь. Они не в курсе, что я прошёл сюда. Они просто... А я думаю, они даже перестали меня там искать. Они ж идиоты. У меня реально понятия просто не имею, где находится чувак. Твою мать, только не говорим, что я сейчас выйду куда-то, типа... Здесь уже были. Кстати, он может быть, в принципе, где-то здесь. Но тут тоже нет охранников, понимаете? То есть, как бы... Как бы всё у нас потрачено вообще. Будем сейчас просто гулять здесь и искать чувака. Никто не говорит, помогите. А надо бы. Я так услышу, приду сразу. Не представляю, где находится чувак. Просто не представляю вообще. Учитывая то, что солдаты не очень-то любят об этом говорить. Они, в основном говоря, где находятся какие-нибудь чертежи, где находятся какие-нибудь бесполезные солдаты. Ну, блин. А-а-а-а! Я не понимаю просто. Я только ощущаю, что я сейчас его буду ещё всю серию искать. Просто, понимаете, как бы мне сказали, где находится там заложник, но мне не сказали, где находится наш че-то чувак. То есть мне как бы сказали часть информации, а остальное... Ну, типа нет, типа сам ищи. Ну, смотри, здесь его нету. Хватит, я не знаю, можно ходить уже здесь, в принципе, тут вообще никого нету, мне никто не помешает. Так это выход. А, то есть это даже... Ну, мать, это было даже не в зоне, что ли, господи. Нахер я там ходил. Я иногда забывал про зону действий. Ну, а то я нашел... Ничего. То есть он по-любасу где-то здесь, что ли? Не, ну это бред. Какая зона там получается? На, не, нихера, слушайте. Ну, смотрите. Там вон целых... Не-не-не, не надо им тут гнать. Все нормально, вон там, пани. Покат. Не та кнопка. Давайте спросим у народа. Что народ скажет? Угу. Так, мы его сейчас, короче, отправим в воздух, убежим. Трое вообще осталось. Не извиняйся за его поисками. Прием. ЛКП, понял. Всем боевым группам проверить ответственность. Не спарить за чужака. Конец связи. Вы же профессионалы, вы же сможете. Конечно. Что? Где? Я хотел спросить у него, где находится мой человек. Он тоже. Продолжение следует. Ах, ах, ах. Вы понимаете, что я просто сейчас очистил вообще всю эту базу? Осталось дело за одним. Найти, где находится твой мать-заложник. Потому что я, короче говоря, уверен, что здесь просто больше никого нету, потому что мне сказали, что типа... Ну, эта баба сказала, типа, а вон плоский, я по черту такой, о-кей. Так, ну он вряд ли на скале там наверху, потому что я туда даже тупо не попаду. Так что я не представляю, где он может быть. Так он такая, дейка. Но, вон пост, кепчурт, здесь больше никого нет. Так, по-моему, здесь я нашел чувака. Здесь, или здесь я нашел... А, вот здесь, по-моему, я нашел чувака, но это в принципе не важно, где я его нашел. Главное, что я не знаю, где второй. Потому что здесь у нас, да, здесь у нас вообще пусто. А, твою мать, здорово. Чё-то я... Они, короче, походу, вообще в одном... Твою мать, чёрный. Твою мать. Ай, чёрный, ну какого хера ты злился с окружением? Всё, давай. А, лови-то. Твою мать, ребят. Я херею. Серьёзно. Вы понимаете, что я, короче, не за... Я-я-я просто, я его не заметил... Ран... Я его... О, господи. Короче, я не знаю просто. Это... Это просто верх моей тупости. Знаете, причём там, короче, прикол был в том, что он... Вот эта чёрная мразь, так... Аудиокассеты. Эм... Он, короче говоря... То есть, он... Они бы... Они сидели, вы считаете, в одной прям вот комнате, но я просто его не заметил просто потому, что он ничего не... А там было, блин, настолько темно, что мы поняли. Ну, это просто пипец, я не знаю. Сложность D, ну тогда D и пусть идёт. А, понятно. Охранная VIP. Круто. Ладно. Да, это было тупо вообще, ну ладно, хорошо. Так, мы сейчас тогда пойдём с вами... Так, это, короче говоря, потом. Вот эти вот задания, это, короче, потом. И то я посмотрю, какие они там так. Уничтожение тяжёлой пехоты. Нет, далековато. Это тоже далековато. Вот эвакуация пленника. Да, это всё далековато на самом... О! Эвакуация... Поехали, твою мать. Я вам говорю, эвакуация пленника, это твою мать просто, я не знаю, это наизачётнейшая, наверное, вообще, миссия просто. Причём, это... Угадайте, эвакуация, короче... Господи, какой же это бред, а? Там, короче, приколюха в том, что... Эм... Это опять, короче, та самая база, где я искал чертежи и не мог найти чертежи. И потом ещё я искал овечку, где я не мог найти тоже овечку. Вот это, короче, та миссия. Меня сейчас, короче говоря, могут спалить, что я не очень-то и хочу. Ну... Поэтому поехал как немного иди... Ого, прикольно. Блин, я бы машину, типа, было бы неплохо фултоном как-нибудь всё закинуть, но типа у меня возможности такой нет. Фултон не прокачан. Но машина, пресс-то норм. Так, я понял. Давайте тогда лошадь возьмём. Или вообще лучше вертолётом надо было эвакуироваться. Ну, по-хорошему, да? Так, давайте тогда чё мы делаем? Мне надо проехать как-то... Далеко, но поэтому я поеду внизу. Внизу побезопаснее. Да, чё-то как-то странная физика у машин немного, если честно. Потому что как-то они странно едут вообще, не знаю. Машину я не чувствую. Знаете, очень, короче говоря, похожая физика машин на физику машин из Watch Dogs. То есть там тоже была такая какая-то непонятная. Вообще, самое удобное управление машинами это... КТА, наверное. Ну, просто, понимаете, как бы... Для того, чтобы реально нормально вести машину, для того, чтобы понимать, куда я там еду, надо, чтобы реально машину просто чувствовать надо. Соответственно, надо, чтобы у машины была... Это лошадь твою мать, нихерей? Эм... А, ну... Ну, вообще похоже на лошадей. Эм... Надо, чтобы, естественно, я там чувствовал машину, чтобы физика была хорошая. Однако, не во всех играх делают хорошую, реально, физику машин, из-за чего очень часто... Эм... Сложно вводить машину. Вот, например, как в Metal Gear. То есть в игроте как бы я могу, как бы, да, там, лево-право поворачивать. Ну, такие здесь неуправляемые машины. То есть, понимаете, вот она поворачивает, как танк, серьезно. Эта вот машина, на которой я сейчас еду, она просто... Она не поворачивает. Вот я просто вправо по-полностью зажал, просто стик. Она... Нет, она не поворачивает, нихера. Вот. Поэтому физику машин... Ну, выигры, где, естественно, можно управлять машинами, надо делать очень хорошую, иначе... Просто реально будет неудобно управлять. То есть это... Это было уже Watch Dogs. Watch Dogs было нереально просто-то... Ну, Watch Dogs вообще физика вся дебильная. Что физика тел, Рокдоллы такие? Что физика там... Не знаю, физики. И далее. Ой, ой, вот это проблема. Ага. Так, ладно, давайте сюда, и я, пожалуй, лошадь, что-ли, позову. Потому что машина, что-то палевная какая-то тема, а вот как раз-таки на лошади можно попроще, по-моему. Чё, тут скала у нас, да? А, вот сюда можно. Я не вижу, куда я скачусь, честно. Хоть правильно. Я, кстати, заметил одну прикольную вещь. Вот сколько у нас с нами не было, короче говоря, этих пурей всяких, да, пещамых. Все разы, они бесполезны. То есть вот сейчас, например, вот я вот, типа, она мне только мешает. Не было ни одного раза, когда мне реально пустыня, ну, песчаная буря помогла каким-то образом. Просто тупо не было такого момента. Что-то мне подсказывает, что да, нам еще долго скакать, потому что эту скалу я просто так не обскочу. Хотя. Можно попробовать. Чё, а вон пост, что ли, по-моему, по-моему? В принципе, на ту базу, на которую я сейчас скачу, там вообще охраны еще меньше, чем, блин, было на этой базе, так что мы, в принципе, не паримся к этому поводу. Потому что сколько мы там на этой, блин, уже в базе ходили, там чертежи я искал, просто там никого не было, там три человека, наверное. Потом овечку мы еще искали, там тоже никого не было. Такое. Простенькие, реально, здесь вон посты, но они простенькие только в том случае, если я выполняю просто дополнительное задание или просто там хожу. Ну, если, естественно, я выполняю основное задание, то охраны там, хоть отнимая, я не знаю, просто что хочешь с ними делай, все равно их будет много. Например, вот как раз-таки на прошлом, вон посте, да, на прошлой миссии, когда мы были там на основной миссии, там шестой, да, где еще Мантис, блин, встретили второй раз в жизни. Твою мать, и херел я просто от этой миссии. Вот, это все было как раз-таки на основной миссии, и как раз-таки на этой базе. Соответственно, я там пересадал очень-очень-очень жадно, там прям проблем были. Просто так дали 30 тысяч. Что происходит с моим, подожди. Так, управление персоналом. Откуда у меня? У меня 2 миллиона уже. Так, это я сделал. Разработка. С4. О, смотри. А я бы взял, кстати. Давайте сделаем. Почему бы и не одна? С4 улучшим. Так, флотон я не могу, да, пока? Так, еще раз, давайте, что нам нужно? Нам нужно 9-й, блин, уровень подразделения поддержки. Твою мать! Так, что-то появилось новое. Пожалуйста, специфируйте на это. А-а-а. Я так понимаю, какой-то... А-а-а-а. Вот оно еще. Так, а здесь? А, здесь И4. Ну, это типа окей. Так, не проблема. То есть, мне надо еще буквально один уровень, блин, подразделения поддержки. Это пипец просто как малое. Учитывая то, что у меня реально люди хорошие. Они у меня все там А+, А++. Ну, почти все, естественно, там есть, которые на Д, на Е. Но это мусор. Это реально мусор. Но я их эвакуирую просто потому, что, ну, как бы, хоть как-то прокачиваются. Так, в любом случае, я не смогу всегда находить чуваков с рангом А++, А+, А, там, С, Б, да, тоже. Вообще, Б тоже редкая. Вот, так что, в принципе, норм. У меня и так все сейчас нормально в этом плане. База достаточно большая. Там сколько мы уже построили? Пять или шесть, по-моему, будет ход. Мать. Вообще, я не хотел ее сбивать, ну ладно. Там, короче, пять или шесть у нас где-то с вами уже платформа стоит на базе. Так, это все шкарно. Вечно угрозно. Но это, блин, это самая легкая база. А, а, это, твою мать. Это даже не она, и это, твою мать, я даже должен сказать, что надо же, твою мать, проще. Зона, смотри, какая маль. Короче, я сейчас это все, вообще, все быстро найду и сделаю. А, это, короче, где мы, в БСС. Тарелки, короче, взрывали. Ну, на это и, блин, стоп, вот и там контейнер сбила. Да, контейнер. Надо будет зайти туда. Аналисис complete. Естественно, стандартная процедура. Идем задавать вопросы. Где твои фрукты? Мапа была опдейтена. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, это что, это все? Нормально. Где-то отсюда, наверное, можно уже эвакуировать. Ты куда поскользил? Так, ну, тогда я все еще проще, чем я думал. Че, он один тогда? Так, давайте брифинг почитаем. Так, я надеюсь, меня никто не заметит, пока я это делаю. Так, эм... Так, я че взял там? Вот. Пленника... Ценными навыками. Короче, пленника. Он один. Это главное. У него прям охрана, я смотрю, просто... Пипец какая. Да, ты... Так. Стоп, он спит, что ли? Так, чувак, ты спишь? А, шок. Ну, шок это, короче, он спит. Странно, здесь тут показатели, но он спит. Так, тебя выкруть не будем, эту палюну слишком. А, бляха, муха. Спи дальше. Я спас тебя, теперь не шуми и... И ничего не делай. Главное в нашей работе-то не шуметь, и все. Так. И че вот ты сюда приперся, чувак? Я тебя убить, что ли, или че-то хочешь? А, правда. Такие люди нам нужны, которые сваливают вот так вот, по-моему, приказу твою мать. Так, ладно, чувак, ну, короче, я тебя отправлю, наверное, тогда фултоном, тогда давай. Лети только. Все. Министерство сферы поднимаем. Так, я не могу там еще ничего построить. Нет, 52 минуты будет еще платформа поддержки строиться. А че у меня, кстати, по карте, я не зря... К сожалению, я не могу посмотреть. Так, мне надо еще... Кстати, 200 горючих материалов, ой, горючих ресурсов, там, где-то 150 даже. 130 меньше. И можно будет че-нибудь построить. Окей. Так, че там обновилось? Я, наверное, вне серии попробую пройти что-то типа вот этих вот тренировок стрельбы, потому что это реально проблемно, я не хочу тратить время на сериях, чтобы это делать. Так, ну и остается у нас три, значит, да? Допки. Твою мать, это вообще бездалеко. Вот, и два... Так, внешне, че там у нас? Кто-то на задании уже? Да, кто-то на задании, я уже понимаю. А, смотри, я могу кого-то отправить. Давайте охрана ВИП. Три-два-два, КПД. Так, что можно? Так, давайте сваливать, короче, отсюда. Кхм. Ну, давайте мы с вами на этом пока что закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, рекомендируйте, подпишитесь. Вы увидите в следующей серии, всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок